Слава Богу! Слава Богу! Присаживайтесь! У нас, можно сказать, официально уже закончилось, но все еще продолжается конференция о выборах. Твой выбор и твое решение влияет на твое будущее. Вы знаете, я так тоже сегодня утром в будущем и я понял, что принято ли мной вчера решение может быть не совсем правильным. Так громко говорить, возвышаясь от молодежи. Помните я вчерашний вопрос? Вы из какого автобуса? Мы вчера только гуляли в самом городе, и, может, следствие этого я сегодня немножко буду пожинать молодым вчерашнего решения. Но мы сегодня собрались здесь, и... Как там Чехия? Есть Чехия здесь? Часть уже приехала, да. А Польша есть здесь? Польша тоже разъехала. А Варшава? Приехали? Варшава здесь. Варшава здесь, хорошо. В Эстонии как? Раснулись? Здесь, да. А Латвии кто-то остался? Варшава. 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 Мы здесь все собрались... По какой причине? Этическая у нас... Мы из данного народа? Здесь. Ну, по плоти, не из данного, да. Хорошо. Мы, может быть, собрались вместе, потому что мы приблизительно одного возраста. Скажите, к кому из вас нет еще 20 лет? О, как у вас много. Хорошо. Хорошо. А теперь так, может, к девушкам это не относится. Братья, поднимите, к кому за 30? За 30 есть и такие. Вы знаете, 19 лет и 31 – это огромная пропасть. Может, это кому-то показаться не так, но это правда. Поэтому, значит, мы собрались называть это молодежной конференцией, но все-таки мы не одного возраста. И очень часто у нас разные понятия. Мы вчера еще в пол первого ездили, потому что некоторые были голодные, поэтому следили. И поэтому пришлось ехать в Макдональдс. И мы рассуждали по пути о том, что нынешнее поколение – это поколение Макдональдс. Наверное, старшее, может, к этому менее привезло. Хорошо. Только почему мы вместе здесь собрались? У нас есть одна причина. Мы все приехали сюда, потому что мы все хотим увидеть Варшаву. Нет. Нет. А почему? Я расскажу, почему я, наверное, не Хрен. Потому что, может, немножко есть возможность послужить. Но одна из главных причин, потому что меня тоже интересует, как сделать правильный выбор. Как сделать выбор, чтобы не ошибиться в жизни. Как делать правильные выборы каждый день. Потому что от маленьких выборов зависит наша дальнейшая жизнь. Вчера я много говорил о свежем воздухе, и сейчас у меня будет плохо. Впоследствии неправильного выбора или неосторожности, да? Поэтому мы видим это на каждый день. Наши микро или такие маленькие выборы не могут влиять на наш следующий день или на протяжении следующей недели. Пожинать плоды того, что мы сделали, может, не совсем подумать. Но я надеюсь, с этой же самой целью приехали вы сюда так. Понять или, может, еще раз приосмыслить, как же делать правильные выборы и что нам следует делать в жизни. Перед одним из нас стоят выборы, которые продлятся, может, на ближайшие 200 или 20 лет или на 50 лет. Вы знаете, я сейчас качествую перед огромным выбором моей жизни. Для большинства из вас, особенно тем, которым еще не исполнилось 20 лет, у вас есть преимущество передо мной то, что у вас больше 20 лет жизни еще и вы сможете что-то изменить и изменить свой выбор. Мне уже за 40, я принимаю свой выбор, я знаю, что мне не остается так много времени в жизни. Поэтому я также очень много размышлял на протяжении последнего времени. Как же мне ошибиться, сделая выбор в своей жизни? Как сделать правильный выбор? Так, чтобы прожить жизнь смысленно и чтобы прожить жизнь с пользой. Вы знаете, в Священном Писании есть много историй, которые повествуют нам о выборах. И одна из историй, в ней множество выборов было. Множество выборов, и там было три человека, которые выбирали. У них было несколько этапов, и они выбирали свою жизнь и принимали какие-то решения. Вы знаете, эта история не новая. Как вчера говорил, 20 лет, я не буду говорить вам что-то новое. Эту историю вы прекрасно знаете. Но давайте еще раз ее посмотрим с этой точки зрения. Выбор. Какой я сделаю выбор в жизни? Какой я сделаю выбор сегодня или завтра, или через год, или насколько придется последствия моего выбора? Это Евангелие от Луки, 15-я глава. Большинство у вас есть у вас под заголовки в Библии, то там написано, что это притча о блудном сыне. Знаете вы ее? Я ее немножко по-другому называю. Давайте прочитаем. 15 глава 11, два стиха. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал, брат, через их отцу, отче, дай мне следующее мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногие, младшие сын собрали все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое в жилье, а просто там. Итак, здесь мы видим сколько выборов? По крайней мере, два. На первый выбор младший сын. И что он говорит? Отец, ты мне мешаешь жить. Если бы ты умер сейчас, я бы просто нормально получил свою часть наследия и сделал бы так, как мне нормально было бы, да? Потому что, как обычно, наследник получает то, что свое наследие когда? Когда умирает завещание, правда? И он говорит, дай мне ту часть имения, которая мне принадлежит. Это его выбор. Он делает выбор, и он умирает отцу. Дай мне эти деньги. Отец какой выбор делает? Он дает. Вы знаете, это похоже на жизнь каждого человека. Бог дал каждому человеку жизнь, и человек делает все, что думает правильно в его жизни. Иногда Бог его умирает. Иногда то, что хочет Бог, иногда то, что советует ему Бог, оно ему умирает. И он идет своей дорогой. Бог не такой, как множество отцов здесь, на этой земле. Скажите, сколько вы знаете отцов, которые поступили бы так, как этот отец? Я, наверное, не поступил бы. Потому что я лучше знаю, что доброе для моего сына. Но здесь отец дает, разделяет имение, дает им. И что? И вот, читаем. По прошествии многих дней младший сын собрал сын и пошел в главную сторону. По прошествии многих дней сын не взял эти деньги и не пошел. Что-то, может, еще удерживало его в этой семье. Что-то, может, не пускало его. Это еще один из выборов. Но все-таки он отрывается, в конце концов, от своей семьи и уходит. И в дальней стороне он принимает множество неправильных выборов. Что он делает? Он расточает свои деньги. Большинство из вас молодых. Не расточите свои жизни на маленькие или большие неправильные решения и выборы. Четырнадцатый стих. Когда же он прожил, за всем настал великий голос в той стране. И он начал нуждаться. И пошел, прислал к другу из жителей страны. А тот послал его на пуляции и пасти свиней. Иногда оно бывает в жизни, если мы входим не в тех путем. Входим не в те двери, как говорили. Алексей, да. Иногда бывает, мы делаем ошибку. Стараясь исправить эту ошибку, мы часто ходим опять в неправильную дверь. В его положении что лучше всего было бы сделано? Он это вообще не понимает. Можно было бы вернуться к отцу. Но нет. Он старается исправить положение как-то по человечеству. Он идет и прислает и бросается в ней. Вы знаете, что начали свиньи для израильского народа, да? Нечистое животное, и он должен пребывать с ними каждый день. С утра до вечера, может быть даже и ночью. Более того, и он ран был наполнен чревом с ворошками, которые ели свиней, но никто не давал ему. Ту еду, которую ели эти нечистое животное, он готов был есть, но никто его не давал. «Придя же в себя сказал, сколько наемников отца моего избыта чувствует хлебом, а я выбираю волну. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему «Очень, я завершил против неба и пред тобою, и уже не достою называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И вот это правильный выбор, но может неправильная мотивация. Он избирает правильное направление идти к отцу, он избирает правильное направление идти домой. Но мотивация не должна быть правильная. Почему он хочет выйти у отца? Потому что наемники получают веру. Пойду к отцу моему и скажу «Очень, я свяжу против неба и пред тобою, не достою называться сыном, Прими меня в число наемников твоих». Хоть наемников, потому что там есть хлеб. Уже не это, например, да, который едят свиньи, никто не дается, но даже имен. Но у отца есть хлеб. Друзья, кто из вас живет с Господом? Нас. Живет с Господом? А почему? Сын пошел, потому что, как делать, есть хлеб. Давайте сейчас спросим себя, почему я с Господом? Потому что, может, неудобно, потому что из-за этого у меня хорошие друзья, потому что этого ожидает от меня семья, а может, потому что мне так удобно и хорошо покупать своих хороших людей, а может, потому что Бог объясняет меня все необходимым, и потому я с Господом. И, к сожалению, или, может, к счастью, сейчас очень много людей, которые, большинство людей, которые обращаются к Богу, обращаются к матчину. Из-за нужды какой-то. Есть какая-то проблема. У меня какая-то проблема, и потом я прохожу. Боже, помоги мне. Заболел кто-то из родных. У меня проблемы с учебой. С жизнью проблемы. И потом я и говорю, Боже, помоги мне. У меня проблемы, я нуждаюсь в помощи. Я иду к отцу, потому что там есть хлеб. Прими меня в число наемников твоих. В любом случае, жить с Богом ничем не с Богом лучше. В любом случае, даже в число наемников. Но Бог не этого ожидает от нас. Когда мы совершили, люди что сказали? Адам и Ева, они спрятались. И с тех пор люди не понимали характерного Бога. Иисус Христос говорит, Бог, это Он Тец. И мечтает, даст. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу Своему. И когда Он был еще далеко, Увидел Его Отец Своей жалеть. И побежал, пал ему на шею и поцеловал. Мы видим здесь поведение Отца указывает на что? Что у него в жизни было принято одно определенное решение. Вы знаете, кто-то сказал еще в Перу, его прописывал из слова, Августин, что любовь – это выбор. Или выбор пути. И верность своему выбору. Иногда мы принимаем решение какое-то, и проходит какое-то время, и мы по всей дневной жизни своей мы не придерживаемся того, что выборы. Любовь – это выбор и верность этому выбору. Эти слова будут цитировать Папа Иоанн Павел II. Верность своему выбору, верность в решение. Я выбираю этот путь. И отец увидел сына издалека. Если бы у него не было этого решения, если бы он не любил своего сына, он не увидел бы его издалека. Видимо, он ожидал. Он выглядывал, он увидел своего сына издалека. И какое решение у отца? Вы знаете, тогда была традиция такая, что если при подобных обстоятельствах дети ссорились, и сын уходил из дома, то дело реприктуально – он не существовал. Но отец пробегает к встрече своего сына. Как дальше он далеко увидел его отец и жадался, побежал, пал ему на шее и поцеловал его. Сын же сказал ему – отче, я запрещу против неба и пред твой, и уже не достоин называться сыном твоим. Отец сказал – рабам твоим, принесите лучшую одежду и приденьте его. Сравните эти слова при решении сына идти домой и девятого слова, когда он говорит своему отцу. Уже нет слова при имени общества наемника. Ему все равно в каком статусе он будет существовать в доме отца. Мы не знаем, в каком моменте выставило это решение, или же когда он ушел по пути, или когда он увидел реакцию отца на его возвращение. Но он говорит – я все решил, и все. И дальше не продолжает. Он не хочет быть наемником. Он понимает, что он хочет быть снова сыном. Поэтому, если ты находишься в доме отца только из-за хлеба, помни, что отец хочет видеть тебя чем-то больше, чем просто наемником. Он хочет видеть тебя сыном. Мы все знаем продолжение, да? Отец одевает его в лучшую одежду, дает перси, то есть возвращает его сыновство. Если вы когда-то заблудились в жизни. Вы когда-то заблудились где-то, живете непонятной жизнью. Бог хочет, чтобы вы любили свои дети и гостины, и жили с ними. Как дети. Это возвращает перси, которая говорит о сыновстве. 23 стих. «И приведите откормленного теленка, и закалите, и станем есть и веселиться. Ибо сын мой был мертв, и ожил пропадал, и нашелся, и начал веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь тогда до бизнеса, он услышал ление ликования. Он призвал его и спросил. Что это такое? Он сказал ему. «Брат его пришел, и отец поисковал откормленного теленка, потому что принял его здорово. Он осердился и не захотел пойти. Отец же его выйдет с мамой. Но он сказал ответ отцу. Вот я столько лет служу тебе. Никогда не приступал к приказанию твоему. Но ты никогда не дал мне козелку, чтобы мне повеселиться с друзьями с моими. А когда этот сын твой, разточив с людьми несколько с блудницами, пришел, ты заколон на него откормленного теленка. Он же сказал ему. «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А то надо было радоваться и объясниться, что брат твой был, 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 мертв и ожил, пропадал и нашелся. Для меня эта притча была двух сыновья. Один сын ушел, но вернулся. А второй сын, он так и не имел близких отношений с отцом. Я когда вижу себя на рукоянии, может быть, у вас такое положение, он всегда был послушным. Может быть, с детства в этих лицах всегда был послушным Богом, но никогда не были близких с ним, как с отцом. Если этого не случилось, сегодня придите к нему. Навяжите эти отношения как с отцом. Как же сделать правильный выбор? Младший сын вернулся. Но, видите, здесь история как бы не до конца закончилась. Просто диалог, и закончился диалог, и не говорится, что было дальше, а что было дальше. Младший сын остался с отцом. И как принимать к нам верный выбор? Как принимать правильный выбор? Поддерживать отношения с Богом. Как с отцом. Вернулся к отцу. Итак, с отцом. Правильное решение мы будем делать тогда, когда мы будем близки к нашему отцу. Каждое утро, встречаясь с отцом, Отец, что мы сегодня делаем? Есть определенные обязанности, которые обязаны делать каждый человек себе. Но можно сделать что-то большее. Скажем, обязанность. Мне нужно следить за маленьким скотом. Ну а потом, я это сделал. Я нам его накормил. Дальше я попрошу к отцу. Отец, что бы ты хотел, чтобы я сделал? Каждое утро. Отец, что бы ты хотел, чтобы я сегодня сделал? Тогда мы будем принимать правильный выбор. Отец, что ты хочешь, чтобы я делал эту неделю? Вот. Отец, что ты хочешь? Поднимем. Правильный выбор мы сможем делать тогда, когда мы свои решения будем консультироваться с отцом. Отец, что ты хочешь? Дорогие друзья, пусть он будет в этом Господь. чтобы мы всегда могли иметь эти родственные отношения, близкие отношения с нашим Отцом. Тогда мы всегда это правильное, пусть это будет, если у нас в Господь.